И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька. Я сегодня записываю новое видео по нашему бездонатику. И тема сегодняшнего ролика у нас пойдет о режимах боя. О масштабных, даже я бы сказал, режимах боя. Что лучше, ребят? Про битвы или матчмейкинг? Что касается матчмейкинга, это все те же не про битвы, которые были у нас раньше. 15-минутные катки, которые перешли просто в матчмейкинг, в разделение режимов. И то, что в данный формат, можно так сказать, боя, я не знаю, как это поподробнее, так по масштабнее взять, можно заходить именно по кнопке играть, и вас рандомным образом закидывает в ту или иную команду. Поиграем мы сегодня, ребят, на карте Wolfenstein в режиме DM-очки. Покатаем, попробуем занять здесь топ-1. Ну а что касается данных режимов, давайте начнем, наверное, сначала с про битв. И начнем с такой темы, то, что подумаем вообще, какие у нас есть жесткие такие вот минусы в этих нагибаторских битвах, я бы сказал так. Почему в них намного тяжелее заработать кристаллы? Если вот, например, играете, как я, без донатика, на маленьком жевании, пытаетесь заработать кристаллы, почему там это сделать будет намного тяжелее, чем сделать в простых матчмейкинговых битвах. Первый факт, который я бы хотел сегодня так утвердить, это то, что в про битвах, чтобы заработать хорошее количество кристаллов, вам надо уделить как можно больше времени. То есть, если вы в матчмейкинговых боях играете 10 минут, одна маленькая катка, вы можете быстренько нафармить, то в про битвах так быстро у вас ничего не получится. Если вы хотите, например, поиграть на полигончике, там, ЦП условном, и подзаработать хорошее количество кристаллов, то вам надо уже уделить более большое количество времени, но и при этом есть тоже очень большой шанс риска, то что вы сможете просто проиграть свой фонд за счет того, что зайдет против Канфа, которая будет играть на голосе, и которая просто заберет у вас, как ни в чем не бывало, ваш весь заработок, который вы могли заработать с данного боя. Поэтому, если мое мнение бы учитывалось, и если бы, в принципе, логически я подумал, как сегодня, например, захотел записать ролик именно на эту тему, то, безусловно, я выбрал бы для себя матчмейкинговые бои. Почему? Ну, здесь не надо уделять ни того времени, не надо потеть так жестко, вас спокойно закидывают в рандомную катку, вы спокойно заходите, не уделяете так много времени, нагибаете и делаете все это намного-намного проще, чем это можно сделать в про битвы. Да, есть свои минусы, да, у вас всегда используется расходка, и если у вас есть нарка, например, вот, как я играю сейчас, например, в демки, да, есть парни, у которых уже есть расходка, есть старый аккаунт, им это сделать намного-намного проще. То есть, они будут меня нагибать, они будут делать быстрее киллы, но, безусловно, есть много, очень много плюсов, и единственные минусы, которые я бы выделил в матчмейкинге, это то, что есть определенные лаги и баги по заходу в битву. То есть, если в про битву вы можете сразу, быстро, резко зайти в катку, то есть, только появилось место, вы сразу кликнули на бой, то в матчмейкинге, чтобы сформировалась команда, есть еще определенные баги. Например, вы нажали на кнопку «Играть», но, как бы, карта создалась, вас должно было бы закинуть, но произошел какой-то сбой в системе, и в итоге вы можете ждать минуту, можете две, можете ждать еще дольше, но при этом, безусловно, вы можете обновиться, но все-таки при всем раскладе, вы все равно тратите лишнее время на загрузку в бой. То есть, если вы заходите в простую пробитву, вы можете быстро щелкнуть, быстро зайти, как только место появилось. То есть, как-то так. Была у меня еще одна мысль, которую я хотел сегодня рассказать, именно вот про битву, почему все-таки зарабатывать кристаллы именно выгоднее в непрошках, то что, во-первых, это рандом. Здесь, если вам не понравится бой, вы можете сразу просто выйти из него и зайти в новый. А что касается пробитвы, если вы, например, создали новую катку, куда, вы, например, вам не нравятся все бои, которые там есть, у вас там большие звания, не знаю, там попадаются, вы знаете, что там эгиваторы какие-то играют, вы понимаете, что если вы зайдете, вы либо не заработаете, вас будет постоянно фокусить, либо вы просто потеряете зря время, то чтобы создать новую катку и чтобы в нее зашел народ, это очень-очень серьезно. Надо постараться, чтобы так у вас получилось. А здесь в этом плане намного проще. Вы нажали на кнопку «Го играть», можете даже куда-то отойти, если у вас долго будет загружать в бой, и в итоге вы все равно в него попадете без особых проблем. То есть, как-то так, какие-то вот такие моменты я хотел бы сегодня выделить. Попробуем сейчас, не знаю, получится у меня или нет, забрать первое место-то заберем, но выиграть данный бой, не знаю, получится или не получится. Пишите свое мнение по данному поводу, в каких боях вы, в принципе, любите играть после выхода матчмейкинга, что вам больше нравится, матчмейкинг или про-битвы. Есть ли у вас определенный формат боя, даже можете написать, который вам больше всего нравится. Я, безусловно, читаю ваши комментарии, посмотрю, что вы пишете и вообще, какой формат боя нравится. Про мое предпочтение я, в принципе, все сказал. Это, безусловно, матчмейкинг, что касается про-битв, то в последнее время я вообще в них много не играю, но про-битвы, это, конечно, большие-большие минуса по времени, а матчмейкинг, это очень быстрый заход, быстро зашел, быстро нагнул, быстро вышел, и никаких проблем у тебя в этом плане нет. Так что, как-то так. Три с половиной минутки у нас остается до конца каточки, сейчас быстренько попробуем, понагибаем. Я записывал до этого еще один ролик, но у меня там не получилось на эту тему немного записать, там произошел сбой у меня с записью, хотя мысль свою я выразил немного иначе, и там мне она понравилась немножко больше, но да ладно, раз не получилось, так не получилось. И в той катке я тоже забрал первый золотой ящик на данном аккаунтике, у меня уже 6000 кристаллов, ну а для комплекта мне надо хотя бы 20000 кристаллов до какого-нибудь звания штаб-сержант. Я думаю, что в следующем видео мы уже получим звание на данном аккаунтике, и наконец-то, наконец-таки, хотя может и не в следующем, ну не знаю, ребят, что у нас по званию будет, но очень хочу играть на этом аккаунте тоже в Джаггернауте, посмотреть, насколько нагибает паспожигов в нем, по вообще Джаггернауту, что хотелось бы сказать, я начал записывать тоже новую рубрику по именно Джаггернауту, там у нас что-то вроде называется легенда на Джаггернауте, до легенды на Джаггернауте, то есть в данном режиме, и я понимаю, что на маленьких званиях, да, можно нагибать, можно жестко тащить в данных режимах, в Джаггернауте, поэтому в данном, в данной рубрике, если можно так сказать, тоже мы в данном режиме поиграем и посмотрим что-то как, но мне надо звание следующий мастер Капрам, чтобы попасть именно в данный режим, поэтому будем пробовать в следующих видео, как можно больше нагибать, чтобы как можно больше опыта заработать, и быстренько поднять званочку, и нагибать Джаггернауте, так что как-то так, полторы минутки, даже нет, чуть больше, минуты 50 у нас остается до конца боя, надо еще набрать хотя бы 7 кило, было бы неплохо, если вы, ребят, тоже качаете звание, вернее, не звание, а новое аккаунтики, то пишите тоже по этому поводу в комментариях, добавляйте меня в друзья, я вас тоже добавлю, возможно, когда я буду записывать ролик, вы тоже попадете вместе со мной в каточку, почему нет, возможно, мы сделаем какую-то группу, хотя группы у нас нет, эту группу у нас с первого воронта, если попадетесь, то было бы очень-таки круто в этом плане, но на золотой ящик на карте, сейчас попробуем его поймать, набираю я пиашку, ох, ох, как печально получилось, ну это прям просто эпик плейл, который только мог произойти на золотом ящике, сейчас быстро мне, куда-то кинуть, сейчас посмотрим, контейнер у нас по центру летит ужас, первый контейнер, который я вижу на данном аккаунте, и он уже сразу падает в центре, а я так жестко его просираю, ну, не такое бывает, ребят, поэтому давайте еще где-то прожимаем овердрэвинг, и делаем как можно больше кило, давайте, 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 40 секунд, просто остается до конца катки, и надо, надо, надо еще поднабить, еще поднабить, давай, давай, слезем, 37, 40 секунд, давайте хотя бы еще 3 кило, заберем, вы просто посмотрите количество жиг вообще в боях, все играют на жигах, все играют почти, что на вас по жигах, это какая-то вообще просто формат, как августа, ну, тем интереснее, я бы сказал, играть, мы вообще в принципе, ажи года, и в принципе режим госпожи, если бы было бы, тоже бы очень нравился, но безусловно, в наше время в игре, такого не сделают, поэтому, как-то так, как-то так, 39 кило, давайте еще 10 секунд, у меня есть еще один кирчик, хотя бы сделаю, блин, давай, 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 есть 40 кило, супер, 40 кило, на вас по жиге, это очень-таки хорошо, я думаю, отличная цифра, даже 41 выпивает, 300 кристаллов забирая, 6600 он мне становится на данном аккаунте, и за данку тоже, еще одну забираю, так что, как-то так, вот у нас, ребята, сегодня получилось, немного я хотел, по масштабнее, конечно, свою тему выразить сегодня, но как-то, как-то не получилось, возможно, в каком-то следующем, из следующих видосов, если вам понравится данный ролик, то, я эту мысль, еще более подробнее выражу, в каком-то другом контексте, в каком-то другом, именно, моменте, не только там, в плане кристаллов, в плане времени, а что-то другое выделю, потому что выделять, в данных режимах, очень много можно, ну, а сегодня, именно выделил, такие моменты, как, заработок кристаллов, и проведенное ваше время, в боях, поэтому, как-то так, если вам понравился данный ролик, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, если еще не подписаны, и также оставляйте, ребят, как я сказал, свои комментарии, ну, а на этом все, спасибо, ребят, что смотрели, всем удачи, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok